Всем доброго дня! С вами Ирина Маркелова-Агапова. В феврале 2017 года в социальной сети ВКонтакте стало очень много суицидов. И виной всему игра, которая называется «Синий кит». Эта игра повлекла массу смертей. Правила такие. Человек ищет теги, в основном это подросток, у которого уязвимая психика, ищет теги ВКонтакте, которые «Ф9», «Море», «Синий кит», «Хочу играть», «Я в игре» и так далее. Эти люди вступают в закрытую группу, и правила такие. Сначала пишется на руке, выцарапывается «Синий кит», потом за несколько дней ты должен нанести себе какие-то увечья и выставить все это в группу, снять на видео. Далее, назад дороги нет, как пишут кураторы. Если вы отказываетесь далее что-то делать, пишут, что по вашему IP мы вычислим ваш адрес и не поздоровятся не только вам, но и вашим родителям. И в итоге человек должен себя убить в прямом смысле этого слова. Еще такое развлечение подростков, как это «Перебеги дорогу», «Беги или умри». Водители, будьте осторожней, в любой момент может выскочить подросток и броситься к вам под машину. Если он не успеет перебежать, то вы его можете сбить. И его друзья все это снимают на камеру и выставляют. Выигрывает тот, кто успел перебежать дорогу перед едущим транспортом. Еще задания даются в 4 часа 20 минут. И, кстати, они ставят такой тег «Разбуди меня в 4.20». В это время как раз состояние у ребенка особенно уязвимое. Дорогие мои родители, забирайте у ребенка на ночь телефон. «Пусть он спит». И почаще заходите со своей страницы на его страницу. Если вы увидите вот такие теги, которые я перечислила выше, либо пост на стене, убедительная просьба бить тревогу. Я связалась с некоторыми подростками, и вот что из этого вышло. Смотрим. Вот такие теги мы можем видеть. И вот такие посты на стене. F56, F59, «Прими в игру», «Я в игре» и так далее. Давайте зайдем по тегу. Переходим по тегам. И смотрите, секунды, минуту назад, секунду назад, 41 секунду назад. И вот такие вот стишки пишут. «Синий кит пришел в бесшумное море, увел молочное небо и дом, в котором нет живой души. Они ждали меня долго, я в игре, значит, все будет больно». И вот такие хэштеги. Это просто какой-то кошмар. И таких очень-очень много. Очень много. Представляете, сколько людей хотят покончить жизнь самоубийством? Каждые 2-3 минуты. Я была просто в шоке. И так называемые кураторы видят вот эти хэштеги и их завлекают в игру. Эти группы закрыты. Администрация ВК закрывает эти группы и открываются тут же 5-6 новых. Я вступила в контакт с этими двумя или тремя девочками. И смотрите, что они пишут. «Ты в кита собираешься играть или ты куратор?» Она пишет «Собираюсь играть». «Жизнь тебе недорога?» «Нет». Давайте зайдем на страницу и посмотрим. Вот такие симпатичные девочки, которым недорога жизнь, собираются кончать жизнь самоубийством. Что таким красавицам не хватает в жизни? Следующий. «Претендент на смерть». «Ты не хочешь жить?» «Не хочу». «Ведь попадешь в ад – это грех. Может, неохота туда попасть. А близких не подумала? Вся жизнь впереди». «Не ценят жизнь». Следующая. «Хочется умирать? Почему такой пост?» «А что? Я в шоке. Я тоже. «Цени жизнь». Она пишет «Ценю смерть». «Попадешь в ад». И таких очень и очень много. Я тоже мать. И когда я была вчера на родительском собрании, нам рассказали про эту игру, я была просто в шоке. Поэтому, дорогие родители, проявляйте бдительность и побольше внимания уделяйте своим детям. До скорых встреч!